Был задан вопрос, почему Аллах сделал немусульман такими умными и успешными в этом мире. Но вопрос, который нужно задать, что ты имеешь в виду, когда говоришь «умными», и что ты подразумеваешь под успехом в этом мире. В Джамиа Ат-Тирмизи, шестом томе, в хадисе 3,6-8-1, наш достопочтенный пророк Мухаммад, да богословит его Аллах приветствует, он помолился Аллаху, сделал дуа, чтобы Аллах наставил на прямой путь одного из двух мужчин, чтобы он дал хедая одному из двух мужчин, чтобы он принял ислам. И эти двое мужчин, за которых пророк помолился Аллаху, один из них был известен как Абуль Хакам. Ему было присвоено звание «Отец Мудрости». Его звали Амру бин Хичам. Ему дали прозвище Абуль Хакам, то есть «Отец Мудрости». А другим человеком был Амар бин Хаттоб, да будет доволен им Аллах. И Аллах выбрал Амара бин Хаттоба, который впоследствии стал вторым халифом ислама. Так что пророк помолился, чтобы среди этих двух мужчин, по крайней мере, один принял ислам. Кого Аллах полюбил больше? Итак, Аллах дал хедаю Амру бин Хаттобу, и он стал мусульманином, а позже стал вторым праведным халифом ислама. Почему я процитировал этот хадис? Я привел этот хадис, потому что Амру бин Хичаму было присвоено звание Абуль Хакам, «Отец Мудрости». Этот человек, он был настолько умным, что ему было присвоено звание «Отца Мудрости». Но он не принял ислам. Поэтому пророк назвал его Абу Джагль. Он назвал его «Отец Невежества». В чем польза интеллекта, если ты не можешь понять Таухид, Единобожье? И если ты не можешь понять Единство Аллаха, Святого и Великого? И если ты не можешь понять, что есть Творец в этом мире, и что все люди и существа в этом мире должны поклоняться только одному Творцу? Поэтому пророк изменил его звание от «Отца Мудрости» на Абу Джагль, «Отец Невежества». Так что зависит от того, что вы имеете в виду под интеллектом. Это было 1400 лет назад. Позвольте мне рассказать об инциденте Альберта Эйнштейна. Вы знаете, Альберт Эйнштейн был ученым, которого считали очень умным. И он был одним из лучших ученых, которых мир когда-либо производил. В 19 веке, когда Альберт Эйнштейн был в Великобритании, он ехал в автобусе, и рядом с ним сидел индус. И во время поездки Альберт Эйнштейн подумал про себя, «Давай повеселимся». Так что он сказал индусу, «Если я задам тебе любой вопрос, и если ты не ответишь мне, тебе придется дать мне один фунт». И в то время один фунт было отличной суммой. Но если ты задашь мне вопрос, и если я не отвечу, я дам тебе тысячу фунтов. Тысяча фунтов в то время было больше, чем миллиона фунтов сегодня. И Альберт Эйнштейн, вы знаете, он был очень умным человеком. И он сказал, «Давай повеселимся». Но он не знал правила, что не следует связываться с индусами. Так что индус сказал, «Хорошо, я согласен с тобой. Если ты задашь мне вопрос, и я не смогу ответить, я дам тебе один фунт. А если я спрошу у тебя вопрос, и ты не сможешь ответить, ты дашь мне тысячу фунтов». И Альберт Эйнштейн был очень счастлив. Так что индус сказал, «Ладно, можешь начинать первым». Он сказал, «Хорошо, я начну». Поэтому он спросил у индуса, «Какой третий закон Ньютона?» Он сказал ему, «Можешь ли ты сказать мне третий закон Ньютона?» И индус не смог ответить. И Альберт Эйнштейн сказал, «Третий закон Ньютона — это каждое действие имеет равное противодействие». И тогда индус вынул один фунт и отдал ему. И тогда Альберт Эйнштейн сказал ему, «Теперь ты можешь задавать свой вопрос». Тогда индус задал вопрос Эйнштейну, «Ты можешь сказать мне точное количество птиц сейчас в Великобритании?» И Эйнштейн был шокирован. И он начал размышлять, «Как мне узнать, сколько птиц сейчас в Великобритании?» И индус повторил, «Можешь ли ты сказать мне точное количество птиц в настоящее время в Великобритании?» И Альберт Эйнштейн долго думал, затем вынул тысячу фунтов и отдал ему. Тысячу фунтов в то время, больше миллиона фунтов сегодня. Тогда Альберту Эйнштейну стало любопытно, и он сказал ему, «Можешь ли ты сказать мне, сколько сейчас птиц в Соединённом Королевстве?» И индус достал один фунт и сказал ему, «Я не знаю». Так что, кто был умнее? Индус, который отдал один фунт, используя правила Альберта Эйнштейна в свою пользу, что если он не ответит на вопрос, то он отдаст один фунт. Или Эйнштейн. И Альберт Эйнштейн был шокирован. Это означает, кто оказался умнее среди двух? Это индус. Поэтому урок этой истории «Недооценивай индусов». И я тоже индус, альхамдулиллах. Тогда индус сказал, «Сэр, могу я задать тебе ещё один вопрос?» Эйнштейн сказал, «Нет». Тогда он сказал, «Ты задал мне вопрос, и я не ответил, и я отдал тебе один фунт. После я задал тебе вопрос, на который ты не ответил, и ты отдал мне тысячу фунтов. Затем ты снова задал вопрос, за который я отдал тебе один фунт. Теперь моя очередь». Эйнштейн сказал, «Нет, я не хочу продолжать». Так что представь себе, между этими двумя умнее был индус. Так что интеллектуальность субъективна. Поэтому сегодня ваше утверждение, почему Аллах сделал немусульман более умными и более успешными. Что ты имеешь в виду под умными? Сегодня умный человек, он может быть ученым, но не согласен с тем, что у этой вселенной есть Творец. Тогда что толку с его интеллекта? И немусульманин – это человек, который не верит в ислам. Человек, который совершает ширк, многобожие, кто поклоняется ложным богам. Так что интеллектуальность – это ограниченное мирское чувство. Но оно не действует вахера, в последнем мире. И Аллах говорит в Коране, в 67-й суре Мульк, во втором аяте. Он тот, кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния кажутся лучше. Теперь перейдем ко второй части. Почему Аллах сделал немусульман успешными? И опять же, что ты имеешь в виду под успешными? И снова же, успешность можно интерпретировать разными способами. О моему мнению, во времена пророка Мухаммада, мир ему, он был самым успешным человеком. Сегодня же, вы можете подумать, богатый – это успешный человек. Сегодня ты можешь подумать, что Билл Гейс успешный или Джефф Безос успешный. Но я так не думаю. Есть список топ-10 самых богатых, богатых людей мира. И он начинается, вы знаете, Мукеш Амбани номер 8, Билл Гейтс номер 9. Извините, номер 8 или 9 Амбани. Затем, номер 3 Билл Гейтс, номер 2 Джефф Безос. Вы знаете, кто, по моему мнению, наиболее успешный и самый богатый человек? Это мусульманин, который совершает два ракаата сунны перед фаджером, утренней молитвой. Потому что пророк сказал, кто совершает два ракаата сунны перед фаджер-намазом, это более ценно, чем вся земля и богатство в ней. Так что для меня совершение двух ракаатов сунны-намаза перед утренней молитвой более ценно, чем вся земля и богатство в ней. Так что ты имеешь в виду под успехом? Ты имеешь в виду деньги? Можешь ли ты купить рай за деньги? Аллах говорит в Коране, что кафир, тот, кто отверг веру, в день суда они скажут, мы не против отдать всю землю и богатство в ней взамен на рай. Но Аллах скажет, уже слишком поздно. Так что такое успех? Это деньги? Аллах говорит в Коране, в 103-й суре Асур. Клянусь предвечерним временем, воистину, каждый человек в убытке. Кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение. Так что, согласно суре Асур, которую также называют «путь к спасению», говорит, что человечество в хасаро, то есть в убытке или потерянности, за исключением тех, у кого есть четыре качества. Номер один — имэн, вера. Номер два — праведные деяния. Номер три — те, кто заповедуют людям истину. И номер четыре — те, кто заповедуют людям терпение. Так что, это минимум четыре качества, которые требуются для любого, чтобы войти в рай в последнем мире. Что является частью к спасению и успеху? Успех заключается в этих четырех критериях, и богатство не упоминается среди них, поэтому успешность и интеллектуальность субъективны. Что ты имеешь в виду под успехом? Представь, что ты очень великий ученый, но ты совершаешь многобожие ширк, и ты предаешь Аллаху за товарищей. Возможно, ты очень богатый человек. Возможно, ты Билл Гейтс или Джефф Безос, но ты предаешь Аллаху за товарищей. Что случится с тобой в день суда? Что с тобой будет вахера? Все эти люди будут в аду. Успешные люди — это те, у которых есть имэн, которые совершают праведные деяния, которые завещают людям истину, и которые завещают людям терпение. Надеюсь, я ответил на вопрос. Продолжение следует...